В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры с 19 февраля открывается книжно-иллюстративная выставка «Назад в СССР. Дорогами советской песни». Прошло уже 30 лет, как нет Советского Союза, и мы живем в другой стране. Но большая часть тех, кто жил в стране Совета, жалеет об утрате самых простых вещей и, конечно же, песен мелодичных, добротных, с хорошим текстом и музыкой. Советская массовая песня – новый жанр музыкального искусства, возникший после Октябрьской революции. Феномен ее в том, что создавалась она музыкантами и исполнителями всех союзных республик. Массовая песня, живее других жанров, откликалась на требование времени и отражала самые знаковые события страны – революцию, гражданскую войну, ударные стройки, сельскую жизнь, великую отечественную и освоение космоса. В широкие массы песня шагнула с экрана фильмов. Патриотические, лирические, пионерские, студенческие, спортивные, застольные – песни наполнили жизнь миллионов людей. «Нам песня строить и жить помогает» – пелась в одной из них. Кажется, не было ни одного события, ни одного места, настроения, когда бы люди не пели. За дружеским столом, в походах, у пионерских костров, со сцены эстрадные исполнители стали популярными и любимыми. Трошин, Толкунова, Сенчина, Кобзон, Ротаров, Георгутс, Пугачева. Именно в это время становятся популярными теле- и радиопередачи, связанные с песнями. Встреча с песней, песня года, утренняя почта. Издаются песенники и нотные сериальные сборники. Некоторые из них есть на нашей выставке. Музыкальный лизион, гармон певучие, песни радио и кино, песни «Гитара и я». Появляются многочисленные вокальные инструментальные ансамбли. Самоцветы, поющие сердца, собры, песняры, пламя. У истоков советской песни стояли композиторы. Блантер, Новиков, Дунаевский, братья Покрасы. Плеяду композиторов-песенников продолжили Соловьев, Седой, Макроуса, Баснер, Фрадкин, Бабаджанян и, конечно же, Александра Пахмутова. Суть советской песни, ее мелодичная основа для сердца, для души. И не случайно современные певцы все чаще включают сегодня в свой репертуар старые добрые советские песни. Все это и является содержанием нашей выставки. Продолжение следует...